Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу, как скачать чит от Aspens в версии 3.3. Для этого переходим в их Discord сервер. После этого заходим в канал скачать и переходим по ссылочке. После этого нажимаем скачать бесплатно. Ждем пока загрузка дойдет до конца. И теперь после этого нажимаем на кнопку скачать файл. Все, чит скачивается. Теперь нажимаем на эту стрелочку. И здесь должна кнопка сохранить появиться. Если она не появилась, так же как у меня. Заходим в показать все. После этого нажимаем кнопку сохранить. Все равно продолжить. Все, теперь наш чит скачался. После этого нажимаем показать папки. Заходим. И перетаскиваем папку на рабочий стол. Все отлично. Заходим. И открываем чит. Теперь, смотрите. У вас предстоит выбор. Либо обычная версия, либо премиум версия. Премиум версия покупается в их Discord сервере. То есть по вашему желанию. Если хотите, можете зайти в бесплатную. Значит, сейчас зайду в бесплатную. Покажу, что тут так как. В принципе, вы сами тоже можете зайти посмотреть. Так, это стираем. Значит, заходим в Main. И нажимаем кнопочку Clear. Если у вас тут тоже что-то написано. Так, теперь. Значит, заходим. В наш плейс какой-нибудь. Любой. Давайте, допустим, в Ninja Legend 2. Запускаем. Сейчас на примере этого плейса покажу, как работает чит. И также сейчас я покажу функции, которые есть в чите. Ждем, пока он у нас загрузится. Так. Все, мы зашли. Отлично. Теперь, что нам нужно сделать. Нажимаем опять Main, если вы закрыли. И после этого кнопочку Inject. И ждем, пока мы заинжектимся. Как видите, здесь работает Auto Inject. Отлично. Теперь можно это свернуть, если оно вам мешает. И заходим в Fast Command. Допустим, давайте проверим No Clip. Нажимаем. И после этого нам нужно нажать на V английскую. Ну, как видите, все работает. Так, только почему-то я теперь выйти не могу. Прикольно. Тут, походу, заскриптовано все. Я так думаю. Давайте сейчас на чем-нибудь другом проверим. Тут, походу, просто специально так разработчик заскриптовал. Так, ну, давайте, допустим, здесь попробуем пройти. Как видите, сейчас я не могу пройти. Нажимаем на V. Так, у нас, походу, функция отключилась. А, все. Я понял. Просто я тупанул, извиняюсь. Короче, смотрите. Чтобы проходить, получается, сквозь модельки, вам нужно не нажать на V, а удерживать. То есть, вы нажали и держите. И после этого можете только проходить. То есть, а если вы один раз нажмете и отпустите, вы не можете пройти. Как видите, меня не пускает. Вот сейчас я еще раз нажму и буду держать. И, как видите, я могу пройти. Все работает. Вот, все. Теперь с этой функцией мы разобрались. Идем дальше. Допустим, SP. Включаем. Так, вот здесь у нас что-то появилось. Нажимаем. И, как видите, все работает. То есть, получается, я так понимаю, SP работает вместе со скином игрока. Как видите, здесь стоит игрок. Все правильно. Также секретный код, кому нужно. Так. Здесь вот тоже показывается игрок. Отлично. Так, и давайте теперь идем дальше. Давайте пока что отключим. Давайте последнюю функцию. Клик ТП. И нажимаем на B. То есть, мы ее включили. И теперь мы можем ТП хаться. Как видите, все работает. А, допустим, на далекое расстояние получится. Да, как видите, работает. Получается, вы мышкой направляете куда вам надо. И вы туда ТП хаетесь. Как видите, все прекрасно работает. Так, а если вот, допустим, туда ТП хнуться. Сработает? Нет? Ваши ставки. Ну, давайте проверим. Работает. Прикольно. Лол. А я не знал то, что тут есть квестовый персонаж. Прикиньте. Я реально не знал. Ну-ка. Что он за квест мне дал? Ага. Собрать 10 соус. Все, понял. Слушайте, прикольно. С помощью этой функции я смог найти еще одного квестового персонажа, про которого не знал. Круто. Но еще лучше, то есть еще круче, то что эта функция работает на далекие расстояния. Давайте сейчас попробуем ТП хнуться опять вот на эту башню. Нажимаем на БАИ английскую. Как видите, все работает. Отлично. Так, теперь идем дальше. Сеттингс. Значит, смотрите. Есть анти-авк. То есть вы ее включаете. После этого вы можете уйти куда-нибудь на 30 минут. Не двигая мышкой. И у вас игра не вылетит. То есть по истечению 20 минут у вас кикнется персонаж с игры. За деактив. Вот. А если у вас включена эта функция, то, естественно, вас не кикнут. Так. Также есть кнопочка автоинжект. В принципе, она работает отлично. Можете сами проверить. Получается, как вы только заходите в игру, вы будете автоматически инжектиться. Также смотрите. Если у вас не работает инжект, вы нажимаете инжект в 2. И инжектитесь. Вот. Но она больше всего, эта функция подойдет. Для тех, кто не может заинжектиться с помощью простого инжекта. Так. Нажимаем Return. И, как видите, у нас перезагружается чит. То есть, допустим, с обычной версии вы можете переместиться на премиум версию. Так. И давайте теперь проверим скрипт. На NinjaLegend 2. Вставляем. И нажимаем Exclude. А, точно. Надо заинжектиться. Инжектимся. Все, отлично. Мы заинжектились. И после этого нажимаем Exclude. Ну, как видите, все работает. Отлично. Давайте также проверим функции. Включим AutoSwing. Как видите, все зарабатывается, все копится. AutoSell. Тоже работает. Отлично. Автоубийство босса. Тоже работает. Но для этого нужно включить AutoSwing. Так, получается, AutoSbor шартов тоже работает. Ну, и давайте последнюю какую-нибудь функцию проверим. Допустим, открыть все острова. Как видите, тоже работает. Отлично. Ну, в принципе, на этом у меня все. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Вписаться на канал. Все ссылочки будут в описании. Всем удачи и пока.